ну что прекрасные мои я вас приветствую приветствую вас шкатулки всех кто подписан на канал и тех кто только-только заглянул на него кому он попался вот меня зовут юлия и мы сегодня с вами будем смотреть небольшой прогноз на май но смотреть мы с вами его будем не в привычной форме то есть как я обычно там смотрю а мы просто с вами посмотрим хорошие события мая и какое-нибудь предупреждение мая ну самое самое такое да которая на которой действительно важно обратить внимание к прогнозам я отношусь достаточно прохладно потому что все таки понимаю что мы как бы сами для себя можем из сегодняшней точки простраивать события и прогнозы они имеют место быть как определенная ветка вероятности событий и хорошо если попадает в благую в благую до ветку вероятности событий но не факт что вы по этой ветке пойдете потому что вот из сегодняшнего дня мы смотрим вы так думаете да мы с вами 3-4 дня поживем подумаем что-то в голове у себя поменяем и уже ветка событий может измениться поэтому правильное выражение и многие практики вы знают и говорят о том что будущее вариативно нет ничего такого что мы не можем скорректировать и изменить да у нас бывает не хватает работы интуиции у нас бывает не хватает бдительности включается может быть момент какой-то беспечности или момент ой да ладно там по ходу разберемся еще что-то все 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 это в совокупности безусловно работает имеет место быть и никогда не бывает так что только так и никак иначе но тем не менее все равно пока оставим мы немножечко его сократим чтобы прям не делать да вот очень длительный мы оставим хорошее и предупреждение посмотрим как будет работать вообще не планировала делать прогноз на май если честно но потом все таки решили хочу посмотреть как работает это колода она достаточно практичная она достаточно современных реалий то есть тут такая интересная у нее прорисовка прорисовка именно касательно сегодняшних дней и думаю что посмотреть как раз таки событий насть вообще было бы очень даже неплохо коробочку вам покажу да для тех кто часто пишет новая ведь кстати колода 2024 года да она доступна на marketplace ах лично я ее заказывала на озоне поэтому мне она понравилась своей яркостью необычностью поэтому можете переходить да то есть там название инди таро и пожалуйста 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 если вам нужно в вашу коллекцию если вам это интересно итак готовы не знаю что вам еще сказать о чем с вами мы прекрасно еще поболтать чтобы что-то такое прям в болталку промазь запихнуть да не знаю а что о нем говорить ну посмотрим у нас каждый месяц знаете не ждешь а она очень выстреливает и как бы ты это не прогнозировал все равно по любому будет какая-то часть событий которая высшими силами закрывается от проводников так всегда по всей вероятности закрывается именно для того чтобы пройти какую-то ситуацию чтобы прям в моменте проверить себя да то есть каким образом ты будешь эту ситуацию проживать думаю все это имеет место быть ладно мы прекрасные давайте все не знаю что еще сказать наверное наверное достаточно на сегодня а минеральчики ну минеральчики понятно выбираете какой который на вас смотрит итак первый вариант первый вариант так ну что для тех кто выбрал первый вариант давайте мы посмотрим что у вас сейчас двумя картами да и мы посмотрим хорошие события мая и мы сами посмотрим предупреждение мая ой вот так ровно да что у вас сейчас для того чтобы вы понимали ваша позиция не ваша позиция у вас сейчас есть какой-то определенный тандем есть сейчас а определенная вот видите помощь то есть вы сейчас активно или оказываете или получаете помощь от кого-то в чем-то то есть здесь по-любому будет позиция когда вы давно ждали хотели до когда вам было необходимо и вы сейчас очень активно видите от из пространства помощь от людей через других людей через знания через какие-то возможности то здесь по-любому вам что-то дается сейчас и и смотрите вы видели для себя какие-то задачи какие-то цели желаемое видели да посмотрите то есть он обращает внимание на плоды и вы хотели вы желали что-то но у вас не получалось взять или у вас было недостаточно инструментов для того чтобы что-то для себя получить или взять что-то дойти до чего-то и здесь как раз таки если вы обращались хотели у вас был запрос вас услышали вас услышали и здесь или пришла помощь или придет помощь то есть здесь как раз таки очень классный такой момент да внутренне у вас был запрос там отшельник идет что блин мне недостаточно я вот где-то что-то никак не могу понять то есть я чувствую свой большой потенциал да но мне не хватает вот в материи как бы подсвечивание в какую сторону куда на что опереться да то есть здесь вот был такой такой вот определенный у вас запрос и я так понимаю что да здесь женщина будет вам помогать смотрите женщина возможно которая уже это прожила видите пентакли которая знает как это пройти которая получила опыт в этом или вы будете обращаться кому-то или вам кто-то подсветит и покажет как же вам это получить и потом впоследствии смотрите вы также можете это же как через большое количество рукопожатий то есть ты сам нуждаешься тебе дают и это осваиваешь у себя ты это проживаешь ты понимаешь ты получаешь опыт в этом ты уже знаешь как достичь чего-то на материи да посмотрите как здесь красиво ты становишься уверенным в себе человеком потому что ты точно знаешь что все теперь я по-любому у меня есть инструменты все я точно знаю как этого достичь и вы это потом впоследствии можете передавать так это и работает ну вообще в целом наша коммуникация здесь на земле так и работает из рук в руки мы что-то очень ценное да друг другу передаем ну хорошо то здесь у вас какой-то сейчас хороший процесс принятия помощи может быть вы сейчас даете кому-то помощь так тоже может быть смотря в какой вы позиции может быть это вы сейчас и вы точно понимаете что да вы хотите вы можете именно на материи кто-то здесь готов пожинать плоды и передавать дальше что-то то есть вот двоякая позиция кто-то сейчас получает кто-то уже готов отдавать но тематика здесь такая хорошо что хорошего благостного у вас будет в мае ухты слушайте но здесь может быть очень интересная позиция во первых кто-то для себя наконец-то поймет и займет свое место по праву здесь действительно в мае может быть очень хорошее на физике улучшение какой-то карьерной сферы сферы рабочие то есть вы действительно начнете видеть вы начнете понимать как вам прийти к цели вот все-таки вот оно смотрите как сильно перекликается то есть вы получаете помощь и вы наконец-то понимаете а как же вам это все вообще простроить а еще перед вами будет стоять какой-то выбор вам может быть предложено кстати это может быть еще и предложение об улучшении финансовой сферы то есть вам могут предложить какое-то место в мае месяце но это место оно ваше будут ли у вас сомнения ну возможно да возможно будут сомнения можете быть неуверен сейчас и дотяну конечно но здесь действительно может быть такой нюанс что вы будете сомневаться смотрите мои прекрасные девочки кого интересует личная жизнь и вы точно понимаете что да это про меня тут я что-то просил я что-то хотел просила да например почувствовать что такое как это семейное какое-то бытовое благополучие то здесь действительно возможен вход в мою мужчину или же если есть то регистрация отношений ярофанта еще можно и так почитать да почитаем еще и как заключение брака то есть здесь это тоже для кого-то имеет место быть не для всех но для он у меня мелькает всю дорогу этот маг все время я его не вытаскиваю первый раз у меня мелькал думаю нет я не буду тебя вытаскивать второй раз мелькал он я его опять не вытягиваю все равно на дне хорошо как не тасуя все равно выходит ладно значит ему здесь место смотрите о чем это маг маг у нас про действия мак про хочу то есть у вас было где-то хочу вы где-то действительно хотели то есть смотрите здесь маг он очень плодородный ой маг май маг и маг и май для вас очень плодородный но смотрите здесь нужно будет именно действовать здесь нужно будет конкретно принимать решение и не просто оттягивать и ждать и ждать уже не приходится то есть момент затишья в мае в вашем случае он закончился то здесь действительно нужно будет крутить свое колесо фортуны и помогу нужно будет это колесо фортуны брать свои руки это когда долго долго чего-то ждали и в мае месяце вы действительно начнете видеть результаты вы начнете это же еще когда энергии закручиваются вы начнете видеть как действительно вы начинаете получать предложения возможности действительно здесь для кого-то может быть та самая пресловутая личная жизнь если кто-то хотел потому что ну по-разному бывает для кого-то это тоже очень важно и у вас действительно знаете как вы попадаете в волну какую-то свою счастливую весь май для вас счастливый виде колесо фортуны у вас будет сыпаться со всех сторон вы только будете успевать действовать или успевать принимать решение или будете только успевать знаете что-то из себя выдавать условно да нет так здесь делаем так здесь пока откладываем какой-то вот он у вас очень бурный очень сильно вас закрутит события но события благостны потому что мы смотрим хорошие перемены могут прям закрутиться достаточно большие сферы жизни здесь может быть и карьерная сфера и личная сфера жизни что еще благостного у вас на май идет ну да смотрите императрица нет здесь все-таки действительно у вас тут с энергией же совершенно другие начались ситуации потому что у вас была там мечевая королева да потом мелькнула жезловая мне королева это говорит о том что здесь идет высвобождение хорошее высвобождение энергетики как качественно классная энергия и конечно же на эту энергию почему-то идет вот именно высвобождение энергии то есть где-то было видать она у вас подзажата или вы были в энергосберегающем режиме и у вас как раз таки на май сейчас по императрицы вы действительно будете видеть результаты в материи и вы действительно вам сейчас для этого для того чтобы эти события входили в вашу жизнь не нужно особо ничего делать то есть смотри здесь уже цветут цветы здесь уже распустились бутоны это говорит о том что здесь нужно будет просто уже в материи принимать решение берете вы что-то для себя или нет но здесь действительно открывается, если мы берем императрицу как аспект изобилия, то да, здесь действительно вы почувствуете, что я достойна. Мужчина может достойно притянуться в вашу жизнь. Здесь тоже это имеет место быть. Если же смотрит мужчина, то смотрите, как красиво здесь просто какое-то вот случайное стечение обстоятельств, случайное в кавычках, безусловно, абсолютно по колесу фортуны, неожиданно, какой-то счастливый случай, счастливое знакомство, счастливое предложение, и вам важно помогу хватиться за него. То есть в мае вообще ушки на макушке, хорошо? То есть прям не пропустите, потому что действительно события для вас могут быть крутые. Смотрите, как будто бы вас стало видно в пространстве. Вот она, кстати, мелькала. Как будто бы мы всегда, знаете, был такой момент, как мы не отсвечивали, закрывались, нам было непонятно, куда идти, что делать, а здесь вы прям действительно вас кто-то протянул, что ли, вам энергетически, кто-то что-то вам то ли объяснил, то ли дал, но здесь по-любому есть какое-то вмешательство кого-то, кто-то вам помог. И вот здесь, смотрите, по солнцу, кто-то с советом, кто-то вас, кто-то в терапию пошел, то есть это тоже, но это знающий человек, это точно, человек, который имеет этот опыт, который точно вам сказал, что нужно делать, ну или подсветил. И вот смотрите, вы наконец-то разворачиваетесь лицом к тому, что вы действительно хотели. Вот здесь еще ощущение, что как будто бы именно в мае, если мы смотрим май, да, а мы с вами вроде как его смотрим, вы наконец-то повернетесь лицом именно к своим желаниям, к тому вы перестанете отрицать то, что вы давно на самом деле хотели, давно к этому стремились, но может быть прятали по королеве, боялись признать, было страшно, а здесь как будто бы уже все, все закрутится до такой степени, что будет невозможно не видеть очевидных вещей. Солнце – это всегда ясность. Солнце – это всегда исполнение какой-то мечты, это всегда получение желаемого хорошая карта в колоде. Ясный будет май, четкий, продуктивный. Хорошо, а опасаться нам чего? Сконцентрирование на своем негативном опыте. То есть, смотрите, внешних не будет никаких причин, по которым вам нужно будет чего-то опасаться. Но вот внутренне по пятерке мечей, по четверке кубка вы можете пропустить, отказаться, не войти, не взять, скажем так, из пространства то, что вам будет вселенная эти шансы давать, посылать, люди будут входить в вашу жизнь. Вы можете, знаете как, продолжать позицию пассивного наблюдения, продолжать позицию о том, что это, вдруг это какой-то опять сценарий, вдруг это какой-то опять негатив. Лучше не буду, лучше не буду, потому что, а вдруг, и вот это вот вдруг, а как бы, и мы можем опять загреметь в королеву мечей. То есть, в позицию неотсвечивания, в позицию закрытую, холодную. Короче, смотрите, как круто. Императрица, она же все-таки больше про тело, про чувственность, про реальные моменты, ощущения, видения этого мира. А вот о королеве мечей в данном вопросе, это все-таки богатый опыт жизненный, и это все-таки включение максимально критического мышления, анализа, то есть, когда мы холодно, не доверяя этому событиям, входящему в нашу жизнь, начинаем мощно анализировать. Смотрите, вы себя да раскрутите опять до внутренних конфликтов. Опять сомнения, думки, подозрительность, нежелание, страх идти в новое. Это все может включиться, если вы дадите этому ход у себя внутри. Если вы начнете погружаться, вы можете опять впасть в опативное, ничего не желающее себя внутри обстоятельства. Почему? А по той простой причине, тут еще знаете, что идет такое немножечко затуманенное сознание, то есть, когда мы окутаны внутри своими внутренними негативными какими-то прежними событиями, мы не желаем видеть новое. Хотя хотим, хотя давно это новое, готово в нашу жизнь войти. Мы хотим, но тем не менее, внутри себя можем через голову тормозить. Вот это то, чего нужно опасаться в мае, потому что это может действительно, смотрите, вам перекрыть по тройке кубков действительно какое-то ощущение праздника, радости, что наконец-то в моей жизни что-то меняется, потому что там может включиться опять внутреннее, очень мощное, знаете, такое подростковое недоверие, отсутствие опоры на себя, что ага, я буду прятаться, потому что опять что-то со мной случится, например. Хотя нет, да, хотя нет. Бдительность имеет место быть. Варежку не раздеваем, конечно же, но все-таки принимаем события и наблюдаем, как они закручиваются, а не так, что мы сразу их отрезали, отказались так, да, и даже не смотрим в эту сторону. Все-таки совет карт, рассмотрите, обязательно не спешите отказываться. Посмотрите, почувствуйте, что вы ощущаете прежде всего от этих предложений. Если это страх и какое-то ощущение тревоги, это говорит о том, что там ваш рост, ваши ресурсы, ваши возможности, ваш потенциал, да, в который желательно бы, конечно, сходить, а не закрыться, потому что, ну, тут высшие силы прямо уже вмешиваются. Они говорят, да, невозможно постоянно сидеть в королеве меча, энергии должны течь, они должны меняться, да, нельзя находиться постоянно в одной позиции, нужно обязательно уже какое-то проявление. Итак, хорошее событие сказала, то есть, смотрите, здесь очень круто может быть или войти человек, или вы станете для себя каким-то очень крутым начальником, наконец-то вы получите какое-то место, о котором давно хотели, мечтали, или будет такое предложение у вас, абсолютно для вас благостное по императрице, это же увеличение дохода, это же и ощущение себя в удовольствии, в комфорте, но опять же таки, если привыкли обращать внимание на негатив, да, то смотрите, на чем сосредоточены, куда энергия будет утекать, да, это очень-очень важно, потому что можно опять, знаете, по десятке мечей себя вот этими вот ненужной внутренней мыслительной деятельностью очень сильно завести, видите, десятка мечей, опять слиться, и то, что о чем просили, чего хотели, к чему стремились, просто с перепугу слить, ну, даже может быть и не с перепугу, а и с состоянием внутренней нестабильной, и что, а что ж теперь с этим всем делать, а ой, а там страшно, ой, а там какая-то ответственность, ой, а что-то слишком быстро события происходят, и мозг будет вас тянуть, что это что-то негативное, это что-то страшное, это не твое, давай оставим все как есть, да, привычное состояние психики, поэтому вот тут как бы 50-50, можно туда энергию, да, можно туда энергию пустить, куда захотите, но вы просили помощь, вы ее получите, или получите, или уже получили, вот такой был первый вариант для Майя, для Майя, первый вариант на Май, «Майя» 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 Так, ну что, давайте посмотрим, что у вас сейчас происходит, чтобы вы понимали, ваша позиция, а может быть не ваша позиция, так же ведь тоже может быть. Это мы с вами смотрим, что же такого прям суперклассного в мае может произойти, что желательно не пропустить, конечно же, если вам подходит. И предупреждение тоже имеет место быть, да, тоже имеет место быть. Что у вас сейчас? Ух-ух-ух, мы, смотрите, как красиво не используем свои таланты. Как мы красиво по десятке пентаклей не проявляем к этому интерес, почему у нас четверка кубков ложится. Ну, знаю я о своем потенциале, но есть он у меня. И что? Знаете, что еще идет? Возможно, у кого-то сейчас идет пересмотр своего партнера, кстати, у кого кто в отношениях, да, здесь тоже такое очень даже вот прослеживается. Есть ощущение, что вы смотрите и видите за определенным фасадом то, что скрыто от посторонних глаз. Так, смотрите, мы прекрасны, что еще может идти где-то глубоко. Вот еще информация тоже смотрю. А информация такая завалилированная. У вас, короче, внутри может происходить такой процесс, когда у вас включается такая, что это, блок, убеждение, стереотип внутренний, что вы не можете чего-то достичь, что вы не можете раскрыться, например, или у вас не получается раскрыть потенциал, вы себя можете как-то зажимать, потому что есть какие-то страхи, партнер не поймет, да, или же вот это вот 50-50, если я полностью раскроюсь, буду там круто зарабатывать, буду как-то себя вообще свободно, хорошо, красиво чувствовать, то у меня могут начаться какие-то проблемы в семье, допустим, да, вот такое еще может здесь быть. И поэтому мы как-то подсознательно себя поддавливаем, принимаем позицию немножко не отсвечивания. Но при этом, смотрите, как внутри нам хочется сильно и красиво раскрыться, то есть чувствовать вот эту свободу проявления. А еще здесь могут, смотрите, подавлять, это же еще десятка пентаклей, родовые определенные программы, да, которые могут давить как бы на вас, не давая вам по миру условно высвободить, то есть как бы давят. Ну, давайте еще посмотрим, о чем здесь. Ну, да, здесь несколько вариантов, то есть у кого-то будет ощущение, вот прям что что-то внутри семьи, вы можете пытаться освободиться, но это не то, что вам необходимо, это просто вы можете не выбирать, вы можете и так, и так. То есть вот это вот очень важно понимать. Это именно внутренний стереотип королеви мечей. Смотрите, нет, это просто внутренний конфликт, это не ваше. Это подсознательное заблуждение, видите, не делите себя, вы можете быть очень крутой, проявленной, самодостаточной, здесь очень шикарная самооценка, не бойтесь ее показывать и демонстрировать, не бойтесь в том плане, что я не вижу ущемления вашего партнера в этом. Может, вы реакции очень боитесь, да, но не боитесь, а вот ощущение, это вообще не страх, это просто ощущение, что если вы раскроетесь в полную силу, начнете больше зарабатывать, начнете быть такой крутой, проявленной, как вы это для себя видите по королеве Пентакли, такой самодостаточной, что это может как-то не совсем благоприятно сказаться, возможно, на вашей семье, на вашей личной жизни. Это подсознательное, это социальный стереотип, который может давить условные серии, что женщина не может зарабатывать больше партнер, и вы можете как бы силу свою этим самым давить, потенциал свой можете давить, да. Так, ладно, давайте посмотрим, действительно ли это правда. Ну, вообще, по сути, нет. Нет, по магу вы можете абсолютно и полностью проявляться. Это подсознательный и рациональный страх. Ну, скорее всего, он просто как установка сидит, видите, по королеве мечей, как решетка, установка сидит в голове и не дает вам выйти, принять вот эту свою королеву Пентакли. То есть вы как будто бы себя намеренно, знаете, как бы сужаете, намеренно сужаете. Нет, ваш партнер будет вас любить. Это кубковый король в данном вопросе. Нет, вы наоборот будете вызывать в нем чувство уважения. Нет, здесь будет все хорошо относительно вашего партнера. Не бойтесь, если вы... Именно вот эту тематику мы рассматриваем, да. Потому что здесь еще очень хорошее творчество внутри. Также, да, смотрите, как у вас это творчество рвется изнутри. И это творчество действительно вам может приносить денюжку. Вот в чем все дело. Но внутренние страхи, внутреннее какое-то вот это лунное состояние, что вас стягивает в анализ, да, в мыслительный процесс, условно в вашу темную такую часть, что прячься, сиди не отсвечивай. И очень страшно, да, очень много внутренних таких вот переживаний. Я проявлюсь, а я проявлю свой потенциал. А что буду думать, да, немножечко может быть зависимостью чужого мнения. Это же тоже вот оно все одно за одно цепляет. А здесь на самом деле нет. Здесь достаточно красивое творчество, которое бы помогу, ну, не мешало бы раскрыть, да, показать, проявить. Еще раз говорю, там еще и ваши деньги через это. Ну, конечно же, это все нужно простроить для себя, понять, как вы это будете делать, да, просчитать какие-то шаги и выходы. Это все имеет место быть. Но здесь вот почему-то процесс. Вы как будто бы стоите на пороге проявления, да, на пороге раскрытия себя. Вот еще чуть-чуть, как будто бы, мне хочется сказать, детали какие-то доработайте, которые сидят в голове прочно. Самые такие вот, о которых я сказала, поверхностные, да, тут или личных отношений касается, или у кого-то касается просто вот такого страха выходить в этот мир. Потому что тоже, опять же-таки, по королеве мечей, по луне, по пятерке мечей, вот это внутреннее самоедство, да, внутреннее самоедство. Но на самом деле нет. Здесь как раз-таки идет принятие вашего творчества. И мир, он как бы ждет. Смотрите, он для вас открыт. Хорошая же ведь карта вообще. Он для вас открыт. Если мы еще так почитаем. Он для вас открыт, и он, наоборот, как бы ждет, когда же вы проявите. Проявите, проявите. Он говорит, ты в безопасности. Ты в безопасности. Проявляйся, да, смотрите, как восьмерка жезлов. Проявляйся, ты в безопасности. Все остальное, оно не сбудется, потому что не должно. Ты просто себе это очень сильно внутри внушаешь. Что хорошего? Ой, смотрите, какая прекрасная, красивейшая энергетическая внутренняя трансформация. На мае у вас выходит трансформацию. Не боимся. Девочки, которые у меня в проработке, по роду, по раскрытию, кстати, потенциала. И даров рода, творчества рода, да. Смотрите, у вас уже у многих, кстати, вот я знаю, запустилось. Да, они тоже же смотрят и анализируют, и отслеживают все свои энергетические состояния. Если же, конечно же, нет, и вы просто смотрите, так тоже все вполне возможно. Здесь тоже, смотрите, идет по королеве жезлов, по вот этому аркану, прекрасное преобразование. То есть мы все-таки выходим в достаточно хорошее, качественное энергетическое состояние, когда у нас уже нет возможности это сдерживать. То есть смотрите, как вокруг вас вот может быть вот ощущение того, что я очень боюсь, да, я очень боюсь, я очень переживаю, как я с этим всем выйду. Очень много, вот здесь очень много мыслительного процесса. Но здесь все равно будет выход, потому что жезловая королева, вы все равно проявитесь, потому что уже нет мочи, да, нет мочи, это все в себе. Черпеть, носить, десятка кубков, конечно, конечно. Если переживали за семью, не переживайте, все в мае будет хорошо. Ваша семья, ой, абсолютно точно, смотрите, как красиво. То есть если вот здесь вот были сомнения относительно этого, они абсолютно не проиграются, спокойно проявляемся, да, мы балансируем, да, мы уделяем время семье и своему творчеству и хобби, но вот это подсознательно, вот это все проработайте, потому что нет, точно не сбудется, точно никто вас дома не осудит, наоборот, будет идти поддержка, счастливая мама, да, счастливая женщина в семье, счастливые вокруг всем. Что еще у вас тут хорошего на май? Кстати, будет поддержка от семьи, да, если вы вот хотели, смотрите, будет поддержка от семьи, достаточно мощная. То есть вы, может, переживали о том, что, ой, а как, а что, а вдруг, а оно все наоборот, да, да, больше как-то вот думали, переживали, больше недооценивали себя. А здесь-то по солнцу совершенно будет вообще другая реакция, совершенно другая реакция. Что еще здесь хорошего по солнышку? Ну, смотрите, какой прекрасный выход идет. Прямо у вас очень энергия будет бить ключом, и она будет, смотрите, благостная такая, она потоком прям пойдет. И, кстати, вы для себя поставите в мае какую-то очень крутую цель, которой вы пойдете изнутри, прям она у вас пойдет. У вас как сонастройка с собой, что ли. Да, смотрите, у вас прям что-то новое откроется, очень что-то новое откроется. У вас будет поддержка, вас будут поддерживать на вашем новом пути. Это будет вас зажигать изнутри. Смотрите, это будет давать вам энергию. Давайте посмотрим, а что это? Это творчество может касаться. Но творчество, смотрите, как мы понимаем творчество. Очень часто мы понимаем творчество, как рисование, танцы или пение. Не обязательно. Творчество – это и наши какие-то очень смелые, амбициозные мечты, которые бы мы хотели проявить для всего мира. К примеру, почему нет, идея начинается всегда с одного человека. И уже только потом она обрастает единомышленниками. Но рождается она всегда в голове у одного. Вот эта лампочка, вот этот внутренний стверчок, внутренний вот этот свет. И человек начинает этот свет проявлять. И всегда на этот свет подтягиваются те, кто хочет поддержать, кто так же думает, кто так же чувствует, видит. Просто, возможно, другому человеку не хватало смелости, а у вас, наконец-то, хватит. Давайте посмотрим, что новое здесь будет входить в вашу жизнь. Ой, у вас появляется достаточно большое количество выбора. Смотрите, вы теперь можете выбирать. Ой, сейчас я вижу. Это как, видите, здесь прям реально как будто бы как в витрине магазина вы можете выбирать то, что вам подходит под ваши задачи и отсекать то, что вам не подходит. У вас открывается выбор. Вы теперь будете опираться не на то, что вам будет предлагаться, а только на свои личные желания. Чего будем бояться, что будет страшно? Страшно будет расширяться. У вас появляется новый выбор, у вас появляются новые возможности, а страшно будет именно потому, что вы начнете это все видеть. Вы начнете видеть инструменты для достижения своих целей. Вы начнете видеть инструменты, которые будут помогать вам получать то, что вы хотели на материи. Прикольно. Так, благостное намай. Давайте резюмируем. Оно, конечно, знаете, через какой-то небольшой внутренний протест, я считаю. Есть ощущение, что не очень информация легко идет. Есть больше ощущение, что я действительно обхожу каких-то вот внутренних ваших, знаете, вашу королеву мечей, ваш ментал, вот прям реально, у меня такое есть. Я как будто бы заглядываю за ширму, знаете, пытаюсь выудить, что же там хорошего. Вы перестанете двигаться линейно. Смотрите, в мае для вас откроются ваши истинные личные желания и мечты. Но мало того, что у вас откроется, да плюс ко всему вы еще будете видеть поддержку от близких. Это правда, действительно. Вы начнете видеть поддержку от близких в мае. Плюс ко всему, у вас очень круто раскроется энергия. Так и знаете, что я вам хочу сказать? На вот эту энергию вы начнете видеть реальные шансы и возможности. Вы действительно начнете видеть инструменты в материи, как к этому прийти. Вы начнете расширяться. Энергетически не давите, иначе может начаться быть отек, лишний вес. Потому что что, когда мы давим эту энергию, не даем ей течь, мы уходим, тело начинает расширяться. А здесь как раз-таки нужно расширяться в своих выборах. Вот если раньше мы чего-то себе не могли позволить, а теперь обязательно позвольте. У вас будет на это возможность. Не переживайте. Возможно, сейчас вы мне скажете, Юль, я пока не могу. В мае сможете. В мае вы действительно начнете. Вот у вас какой-то как новый начинается этап в мае. Новый виток жизни начинается. Какая-то полоса, которая действительно вас будет вести именно к своему личному счастью. К тому, что вы давно хотели. И у вас действительно теперь открывается пространство вариантов. Вы не шаблонно теперь вот так вот накатаны, а вы теперь можете выбирать. Так что самое важное, вы начнете видеть, из чего вы можете выбирать. Мы немножко, конечно, тут будем пугаться. И вот этот вот страх расширяться очень важно. В него очень важно не включаться. Да, потому что мы можем немножечко залипнуть, залипнуть за себя, немножечко затормозить. Но это благостные события. Это поддержка достаточно неплохая. Хотя вы могли переживать, что нет, нет, поддержка будет. Это поддержка и все, что я сказала. Сейчас уже по третьему кругу пойду. Чего опасаться? Провокации, да? Смотрите, что будет? Из-за того, что у нас присутствуют страхи, это нормально. Они у нас у всех присутствуют, там наши точки роста. Особенно, когда касается наших целей и наших каких-то... Слушайте, не бойтесь масштабно мечтать. Вот что я вам здесь хочу сказать. В мае не бойтесь масштабно мечтать. Вы начнете видеть шаги к достижению. Потому что вы себя жмете. Вот что хотите мне говорить. Вот даже сейчас вы себя жмете. Вы можете намного больше, намного ярче, намного сильнее. Потому что ваша энергетика, которая переведена, закрыта в мечевую, да, спрессована, она позволяет мечтать больше. Она позволяет масштабироваться. Она позволяет раскрываться. Она позволяет желать этого большего. Ну, не только желать, а желать, а еще что-то делать. Здесь, по первому варианту, май даст вам возможность расширения. Большого расширения того, чего вы хотите. В той сфере, в которой хотите. Тут и семья, и карьера тоже, кстати, вот с первым вариантом созвучно. Дороги открываются. Вот еще что я хочу сказать. Открываются дороги. Но за вас пойти, конечно, никто не сможет. Это ваша зона ответственности. Так вот, смотрите, у вас откроется шестерка мечей. Шестерка мечей – это часто карта, которая вас уже конкретно выводит. Это новый цикл. И здесь новый цикл, и здесь. А чего мы будем опасаться? Мы опасаемся провокаций. И опасаемся слива своей благостной энергии в какое-то доказывание и оправдывание перед кем-то, почему мы двигаемся так, а не иначе. Сказать, что у вас не будет, что прям вот совсем красная дорожка, не скажу. Страх будет притягивать остановки. То есть страх расширяться, будет притягивать тех, кто будет пытаться эту энергию стащить у вас через борьбу. Еще раз говорю, через доказывание и провокацию. Опять же-таки, желание сжаться. Желание сжаться, желание стать меньше, не отсвечивать по королеве мечей, опять замкнуться, может присутствовать. И вот этого мы как бы опасаемся, мы в это не идем. Мы не обращаем внимания на провокации, мы ни в коем случае не сливаем туда энергию, мы не перекрываем свою шестерку мечей, мы не перекрываем свой новый цикл. Иначе пойдете опять по кругу. То есть май способствует только вашим целям и желаниям. И целям и желаниям вашей семьи. То есть, например, вы семьей поставили цель, поддержка у вас, семьи, семьи у вас, то есть у вас общая цель, допустим, потому что я знаю, что семейные пары меня смотрят. Мы идем, мы двигаемся, мы не обращаем внимания на то, что у нас пытаются проманипулировать, увести. Смотрите, мы медленно, но верно движемся к своей цели. То есть вот тут вот у нас шоры. Я ни во что не включаюсь, мне неинтересны чужие советы, я продолжаю двигаться, несмотря ни на что. Вот я поставила цель, я дойду. Потому что будут. Будут желающие, которым будет не нравиться. Как это вы себе позволили раскрыть свою энергетику? Что же это такое? Надо обязательно вас оставить там, где вы есть, потому что вы же перестаете быть для кого-то безопасным, удобным человеком. Но при этом, смотрите, мы не отбиваемся этой мокрыми этими трусами от всех, понимаете? Не в этом дело. Мы не идем в открытый конфликт. Это и есть слив. Мы отодвигаем это все, говорят, успокоятся, мы продолжаем двигаться. То есть наша энергия для нас цена, потому что она позволяет нам открывать двери. Нет энергии, двери не откроются. Слить энергию можно в конфликты, в доказывания, в оправдывания. Вам не нужно ни перед кем оправдываться. У вас есть права, полномочия двигаться целенаправленно, с опорой только на свое мнение. Вот это очень важно понимать. Вот это вот май, он будет прям благоволить, вырулить вам на то, что вы хотите, а не на то, что вам там кто-то советует, да, или хочет, чтобы вы были как можно удобнее. Ну, короче, чтобы вы опять вас зажать. Не надо зажиматься. Не надо зажиматься, май будет благоволить раскрытие. Не сожмитесь. Сжатие – это всегда позиция жертвы, которая притягивает провокатора. Второй, третий. Посмотрим май для третьего варианта. И так, Ну, что? Что у вас там сейчас? Что там у вас хорошего в мае? И чего мы опасаемся? Что сейчас? У вас завершился какой-то очень-очень давний цикл. Пошло какое-то очень-очень давнее, старое, возможно, родовое ограничение спало. Или, смотрите, шестерка кубков. Ну, то есть, это какая-то застарелая пластинка. Слушайте, ну, прям тут вообще в цвет, да? Какая-то застарелая пластинка, которая очень долго выкрутили. Может быть, это какое-то привычное поведение. Может быть, это то, что никак не давало вам покоя. Может быть, это... Ну, давайте посмотрим, о чем здесь речь. То есть, вы освобождаетесь от этого. Абсолютно точно освобождаетесь. Смотрите, вот у вас сейчас идет такой момент освобождения от какого-то старого стереотипа программы заезженного чего-то. То, что тут уже, я не знаю, стерлось давно. О чем здесь наша шестерка? Двойка кубков. Осьмерка жезлов. Ну, то, что вы это приняли, пошли в расширение, в раскрытие для себя изобилия, принятие плодов. Тут на физике какое-то улучшение пошло. А что это за программа? Ее же вытягивать надо еще. Мак. Осьмерка кубков. Перестали обесценивать лыка мечей. Так. Все понятно. Здесь закончилась программа «Все сама». Здесь закончилась программа «Все сама». «Все сама, все сама». Тяжелым трудом. Смотрите, я все сама вплоть до полного выгорания, вплоть до полного слива энергии, до закрытия вообще себе дорог, потому что, ну, будем справедливы, у нас есть открытый путь, когда у нас есть на него силы. У нас нет сил, соответственно, мы ни черта перед собой не видим, мы просто вот находимся в постоянной закрытой позиции. И вот эта вот программа, она активно действовала. То есть, вот эта вот тяжесть, я все сама, все сама, все сама. Видите, помогу. Здесь очень крутое качество энергии. Да, вы можете сами, безусловно. Но это не позиция счастливой женщины, и это не позиция такого классного, проявленного мужчины, потому что это действительно очень сильно отягощает путь. И от этой программы вы освободились. Каким образом вы от нее освободились? Ну, смотрите, вы допускаете момент того, что на самом деле можно делегировать, на самом деле можно давать ответственность мужчине, мужчине, что на самом деле есть моменты, когда вы можете доверять своей женщине, когда у вас есть определенное распределение, возможно, каких-то обязанностей в семье, а не когда женщина делает все сама. Вы допускаете такую возможность, что может в вашу жизнь прийти человек, которому вы доверитесь, с которым вы действительно будете разделять цели, мечты, с которым вы будете достигать, да, посмотрите, с которым вы вместе будете кайфовать, возможно, от этой жизни, где вы себя почувствуете именно расслабленной. Императрица, она все-таки, видите, здесь сидит, она расслаблена, она занимается, чем-то комфортным для себя, это действительно может быть сад, огород, ну, то есть, я не знаю, сидит, медитирует, к примеру, да, мужчина занимается у нас мужскими обязанностями, ну, так тоже можно, почему нет? Да, смотрите, то есть, как прекрасно мы теперь расслабляемся, то есть, мы немножечко убрали вот этот градус серьезности, что я такая самодостаточная, да, я все могу сама, да, конечно, можете, но делает ли это вас счастливой, вот в чем вопрос. Я так понимаю, что нет. В какой-то момент, возможно, вам необходимо вашему роду, возможно, вашим предкам было необходимо это делать. Выживали так, скорее всего, да, что еще по-другому здесь, как можно сказать? Ну, было нужно, но это же уже не нужно вам, мы живем в реалиях другого времени, нас окружаются совершенно другие мужчины, здесь действительно, посмотрите, мы как будто бы благодаря своему вот этому принятию решения, расслаблению какому-то, даже можем в своем партнере немножечко как бы раскрыть вот эти качества, то есть, он тоже начнет себя чувствовать увереннее, у него тоже появляется ощущение, что, ну, мне тоже доверяют, потому что вашего партнера это могло задевать, если он у вас есть. Если же нет, здесь очень будет хорошее качество энергии притянуть в свое пространство человека, который действительно будет разделять ответственность, а не прикладывать ее на вас, да, то есть, это тоже очень важно. Это то, что у вас сейчас вот происходит освобождение, то есть, вот это вот все внутри вас сейчас там варится, крутится, но мне нравится. О, смотрите, еще и туз кубков, ну, вот смотрите, как прекрасно, то есть, для кого-то действительно, ну, четверка жезлов. Смотрите, как прекрасно у кого-то здесь наладятся именно личностные, партнерские отношения. Если же, смотрите, это касается не темы отношений, но касается партнерских отношений, бизнес-отношений, рабочих отношений, то вы тоже все-таки возьмете такую на себя, наконец-то, ответственность, что вы готовы делегировать или брать себе человека-напарника, что вы сами больше не хотите, что вы хотите все-таки расширяться, что вам нужен человек-помощник, что самостоятельно так далеко вы не заедете, потому что слишком тяжело. И здесь будет, смотрите, заключение какого-то полюбовного договора, чего, короче, договоритесь вы, то есть здесь вы договоритесь, смотрите, здесь действительно вы так договоритесь, что абсолютно каждый будет доволен, то есть всем будет хорошо. Если же личностные отношения, то вы найдете вот эту вот общую эмоциональную, как бы сблизитесь эмоциональности. Здесь очень хорошая, для третьего варианта прям очень интересно, здесь какой-то выход на новый уровень. То есть смотрите, мы освобождаемся от одной программы, и как много у вас закручивается в пространстве. Вы перестанете вот эту вот лямку, как загнанная лошадь на себе тянуть. Это же может касаться и денег, и воспитания детей, и до всего чего угодно, и работы, и личных отношений, карьеры, вообще всего, да? И посмотрите, как красиво у нас в мае этот вопрос решается. Как красиво он решается. Мы наконец-то чувствуем себя на своем месте. Мы наконец-то понимаем, что наконец-то можно расслабиться. Слово «наконец-то» очень часто крутится. Да давно пора уже по справедливости. Давно пора. Потому что это действительно справедливо, потому что это действительно ну так важно, так важно для человека чувствовать, что он не все тащит на себе, потому что это ну правда очень сложно. Вот, смотрите, какая здесь прекрасная гармония. Смотрите, какая прекрасная гармония здесь появляется. Десятка кубков. Здесь тогда, смотрите, как здесь круто, по справедливости будут распределены обязанности. А знаете еще, какой интересный идет момент? Если вы с кем-то конкурировали, ну так может быть, потому что здесь ярко выраженный мужчина, допустим, который мог с вами конкурировать относительно финансовой сферы, допустим, отстаивать, то здесь может быть определенный разговор, здесь может быть выход на переговоры с вами, какое-то, может быть, вам предложение, если мы не берем семейный аспект, потому что несколько вариантов слышу. И здесь будет полюбовный договор, который будет выгляден, но официально заключен, официально это обязательно. Не соглашайтесь на договор, который словесный, ни в коем случае, а карта юстиция, то есть обязательно здесь нужно это все дело запротоколировать, запротоколировать, записать, поставить печати, что каждый останется при своем, каждому выгодные условия какие-то. Если тут будет перемирие какое-то, например, такое здесь тоже возможно. Вам может быть поступить предложение, и это как бы выход на новый уровень. Это немножечко вас, вот то, что давно не решалось у вас, то, что давно стояло, прямо, вы знаете, поперек там, рыцарь Пентакли, никак вы не могли сдвинуть с места. Вот заключение вот этого вот, может быть, соглашения, контракта, договоренностей, да, оно действительно решит очень многие. У вас отвалится же вот это вот все сама или все сам. И начнется абсолютно по пажу жезлов здесь новый этап вашей, возможно, деятельности или вашей семейной жизни, да. Потому что там действительно у вас, вы останетесь на своем месте по праву, но вам станет легче поколесниться. Вы останетесь в управлении, мне говорят, то есть не то, что вы не упраздните свои полномочия, нет, об этом речи не идет, но вам действительно станет легче. А чего остерегаться? Ну, карта-то хорошая, почему мы остерег... А, понятно. Остерегайтесь внутренней гордыни, остерегайтесь внутреннего ощущения тщеславия, такого вот знаете, когда... Ну, я дополню эту карту, но это же карта еще очень сильного эгоизма, да, если мы ее в теневом аспекте смотрим. Эгоцентризма, я бы сказала. Все поняла. Что вам может помешать? Вам может помешать, если вы, зная, что вы уже проработали это все, зная, понимая, не возьмете и не пойдете в новые шансы, возможности, да, не примете, не рассмотрите хотя бы, обязательно выгодно, да, чтобы для вас тоже было обязательно документально, то момент вот этого вот гордыни, да, момент того, что я лучше всех знаю, не пустит вас в новый этап. Видите, тройка мечей, и вы останетесь разочарованы, то есть как будто бы двери, которые будут открываться, пространство, которое будет расширять вам возможность, оно захлопнется. Пойдем по теневой стороне, по эго, по гордыне, и относительно того, что мне нет равных, никто меня не сможет заменить, я только все знаю, все умею, и вот таких, как я, больше нет. Вообще незаменимых людей не существует. Всех и вся можно заменить. И вот этот вот градус собственной важности, да, в какой-то сфере вашей, может быть, в жизни, вот, например, мы не даем членам семьи свободно проявляться, потому что мы всем руководим, мы все контролируем, да, у нас, вот вам еще, пожалуйста, у вас только, сейчас дополню, да, то есть у вас все, только вы вот все знаете, потому что вы только все знаете, а вот другие ничего не знают. Это токсичный ярофан такой, да, может проявиться. Кто у нас токсичный ярофан? Только так и никак иначе. Вот вы все неправильно все работаете, делаете, учитесь вы неправильно, делаете вы неправильно. У мужа руки не с того места растут, я сама все знаю, да, я лучше вас знаю, дайте мне, я все сама. Вот. То есть вот это вот такое немножечко неправильное в доме распределение, когда у нас немножечко диктаторство такое, да, то каждый сам по себе, конечно, посмотрит, как у вас это проявляется. Вот оно вам все может испортить. Оно очень сильно может вас впоследствии разочаровать, потому что теперь вы можете расширяться, добиться успеха, занять свое место по праву и двигаться только по тройке Пентакли. А тройка Пентакли – это принятие того, что другие люди тоже имеют право в вашей семье или на работе проявляться, высказывать свое мнение, оставлять это мнение. Оно и должно быть рассмотрено, оно должно быть принято во внимание. Это, например, там сотрудники, коллеги, это дома. Тут просто прослеживается, да, что вообще вот это вот все ваше такое отношение внутреннее. Это такое проявление теневой части, проявление эго, которое захватывает власть условно, да, оно вам портит всю малину. По тройке мечей вы остаетесь у разбитого корыта в любом случае. То есть вот будьте с этим аккуратны, отлавливайте в себе это состояние и успокаивайте его, потому что оно вам не на руку. Ваш ум работает вам не на руку. Он вас отделяет от, отдаляет от цели, отдаляет от гармонии, от дружбы, отдаляет от хорошего, качественного партнерства, от расширения, от достижения цели, от денег в конце концов, потому что самостоятельно вы выгораете уже, вам сложно, вы не можете достигнуть того, чего вы хотите. Вы как бы залипаете на этом всем, да, и что, и все. Поэтому тут только благостное сотрудничество, свобода выражения приветствуются в семье. Мы всех слышим, мы всех понимаем. Не я один человек всех в семье веду, а мы все здесь прилагаем каждый свои усилия. Делегируйте, если для вас это актуально, и вы никак не можете научиться это делать, все тащите на себе, но при этом психуете, делегируйте, не надо сидеть и злиться, что вам приходится все делать самостоятельно, вас никто не заставляет. Ты сделаешь вот это, ты, пожалуйста, вот займись вот этими делами, а здесь ты вот это вот делаешь, я чем-то своим занимаюсь, и в целом мы все работаем на общее благо. Семьи или работы, да, тут в зависимости от того. Поэтому май будет вам давать возможность договориться, май будет вам возможность наладить вот эти вот сферы, получить какое-то хорошее качество предложения, рассмотреть его, сделать все по красоте, да, или же опять уйти в эссерии, что вы все тупые, я лучше всех знаю. Вот вы все делаете неправильно, а я делаю все правильно, поэтому я продолжу все делать сама. Или сам, да, вот это вот будет вам потом в конечном итоге станет вот это вот поперек горла. 350 раз пожалеете, что вы приняли, ну, опирались только лишь на свой ум. Опора на себя, это важно, но мы понимаем еще и то, что иногда нам необходимо сотрудничать для того, чтобы двигаться к общей цели. Здесь есть серия «Одна голова лучше», да, не считайте, что другие головы глупые. Вот здесь вот так. Это гордыня, это очень яркое проявление гордыни, что вы лучше всех все знаете, работаете с этим. Это вам очень важно для достижения финансовых и внутрисемейных каких-то гармоничных достижений к целям. Самостоятельно вы уже не пройдете, как бы вам не хотелось. Вам по справедливости это все просто к херам перекроют, потому что все достаточно уже верховодить. Здесь нужно учиться договариваться, учиться лояльности, определенно, и учиться слышать не только себя, но еще и окружающих. И в семье это очень важно, и на работе это тоже для вас очень важно. Попускайте своего внутреннего императора, он слишком ушел в токсичного ярофанта, слишком много на себя берет. Вот так вот. Особенно, что касательно мнений, видений, решений и всего прочего. Учитесь немножко доверять тем людям, которые прям ваша рабочая сфера или домашняя сфера. Вот здесь вот так вот было для вас. Я с вами прощаюсь.